Здравствуйте! В эфире телеканала Обнинск ТВ. Программа «Власть». В студии для вас работает Ильхам Нигматуллин. Сегодня у нас в гостях президент Международного православного Срединского кинофестиваля «Встреча» членом общественного совета приуполномоченным при президенте России по правам ребенка монахиня София Ищенко. Матушка София, добрый вечер! Добрый вечер! Сегодня поговорим о ежегодном кинофестивале «Встреча», о духовных смыслах в кинокартинах, а также в искусстве, а также о воспитании нравственных ценностей у младших поколений. Матушка София, по традиции, традиционно перед началом кинофестиваля «Встреча» мы встречаемся здесь с вами в студии программы «Власти». Какой по счету фестиваль в этом году? В этом году уже 14-й фестиваль, мы начали его с 2005 года, а встречаемся в этой студии уже 10 раз. Поначалу такой студии не было, и поэтому это очень радостно, конечно, что место встречи изменить нельзя в полном смысле. 14-й фестиваль, который проходит на территории Калужской области, не только в городе Обнинске. В Обнинске это как бы основная площадка, где работает профессиональное жюри, и здесь идут просмотры конкурсной программы. Но в рамках кинофестиваля в течение недели, даже чуть больше, в 18 городах Калужской области будут проходить просмотры фильмов, которые прислали на фестиваль. Конкурсные и внеконкурсные. Фестиваль будет проходить с 15 по 20 февраля. С 15 по 20 февраля. 15 февраля мы приглашаем всех наших земляков, горожан, гостей города на открытие православного кинофестиваля «Встреча». Открытие, как всегда, пройдет в Доме ученых 15 февраля в 18 часов. Приглашаем всех на открытие. Ну, а я хотел бы напомнить нашим телезрителям, что вы можете принимать участие в нашей программе. Звоните к нам в прямой эфир по телефону в Обнинске 44-33-2 и задавайте вопросы нашему гостю. Также у нас сегодня проходит наш традиционный интерактивный опрос. Вопрос сегодня звучит так. Может ли фильм сформировать у ребенка образ идеального отца? Матушка София, я так понимаю, что тема фестиваля 14-го в этом году – это отцовство. Да, поэтому у нас сегодня вопрос так и замечательный. Я бы даже расширила. Тема звучит так. Отец, отцовство и отечество. И это не случайно, потому что в прошлом году администрация фестиваля, мы приняли решение, организаторы фестиваля приняли решение. Так как Владимир Владимирович Путин сказал, что ближайшее десятилетие объявлено в России десятилетием детства, то мы решили, что в течение 10 лет последовательно эту тему семьи и детства мы будем развивать. В прошлом году фестиваль был посвящен семье. Был очень красивый девиз «Семья России, краса России». А в этом году, так как главой семьи является отец, мы взяли тему «Отец, отцовство и отечество». И надеемся, что и на следующий год, юбилейный год, фестивальный, у нас тема уже, по сути, уже обсудили эту тему. И будет звучать она так красиво. «Матушка, мать, Россия, мать». Ну а в этом году про отцов. Понятно. Ну вот отлично, что мы знаем уже тему фестиваля в следующем году. Матушка София, давайте поговорим поподробнее об отцовстве, об отечестве. Почему именно эта тема была выбрана? Все-таки какое зерно заложено в фестивале в этом году? Дело в том, что мы сейчас очень хорошо живем. Материально мы живем намного лучше, чем мы жили лет 30 назад. Но счастливых семей с каждым годом становится все меньше. И, как говорит нам статистика о том, что сейчас около 30% семей, где дети растут без отцов. Именно без отцов. Но еще одна проблема. Вот мы на общественном совете по правам ребенка ее тоже уже рассматривали. Что у нас сейчас резко увеличилось количество отцов, которые одни воспитывают детей. То есть тема и отцовства, и материнства, ответственность родительская, она сейчас, мне кажется, должна стоять очень остро. И общественность должна обсуждать эту тему, думать, размышлять, пытаться понять причины и найти способы изменения ситуации. Я думаю, это сейчас главнее даже, чем экономика. Причем, если будут счастливые семьи, то и экономический рост обеспечен. Потому что счастливый человек по-другому работает. Он по-другому выбирает себе профессию, по-другому выбирает себе семью. Надо, чтобы мы были счастливы. А невозможно быть счастливым человеком, нарушая законы. Любой закон. Духовный закон, нравственный закон, экономический закон, даже физический закон. И духовные, нравственные законы, они такие же законы, как физические. И знаешь ты это, не знаешь, этот закон работает. Например, человек может не знать закон земного притяжения. Но если он влезет на крышу и прыгнет, то он сто процентов разобьется. И нельзя будет сказать, а он не знал об этом законе. Точно так же, если человек создает семью, и закона создания семьи не исполняет, и проживание в семье по закону, нравственному, духовному, не происходит, эта семья просто обречена на несчастье. На несчастье. Что такое традиционная российская семья? Я даже не говорю русская. У нас на территории России живет несколько конфессий, которые исповедуют единобожие. И там, вот в этих конфессиях, где единобожие, что мусульмане, что буддисты, что иудеи, что христиане, там, где единобожие, там и характеристика семьи, уклад семьи, вот именно такой, с таким законом, с законом иерархии. Главный, второстепенный, третий, четвертый и так далее. И вот по закону иерархии в семье глава отец. Мне иногда говорят, а вдруг он плохой, а вдруг он не умный. Да какая разница какой. Он породил, он дал жизнь, он достойен уважения потому, что он эту жизнь не убил, не предал. Он дал жизнь. И вот, кстати, в пяти заповедях, которые все знают, в десяти заповедях Моисеевых, а пятая заповедь гласит, чти отца и матерь своих. Не люби, не дам, а чти. И вот я сейчас разговариваю со многими людьми, они слово чти, почитай, не понимают значения. Говорят, благодари, нет, не благодари. Ну что там, ухаживай? Ну, ухаживай в том числе. Чти. У нас размылись смыслы, самые высокие смыслы. Примитивные остались по жизни, а вот таких высоких смыслов нет. У нас родителей не почитают. А раз не почитают, то и не прислушиваются к их мнению. Не выполняют их просьбы. Эти люди, которые, дети, которые не почитают родителей, они не встраиваются в этот закон. И еще одна очень важная вещь. У нас, к сожалению, дети сейчас стоят на месте главы. Вот, семья как устроена? Поговори со взрослыми. Он говорит, мы живем ради детей. Мы только ради детей. А это же абсолютно неправильная парадигма. Надо жить ради себя, ради своей жизни. А дети входят частью в твою жизнь. Вот муж должен жить для того, чтобы быть мужем, отцом. Жена должна жить для того, чтобы быть женщиной, женой. Вот если разложить вот эту иерархическую модель, да, то отец, мать, родители, матери и отца, а потом дети на последнем месте. А почему нарушилась эта модель в современном мире? Ну, вы знаете, тут причин очень много. Первая причина для России, хотя это проблема и вообще во всем мире, но в России, это было после войны, осталось очень много женщин, которые воспитывали детей. И так как у многих погибли мужья, и они понимали, что детей больше не будет, они с этими детьми носились, как курица с яйцом. И поэтому очень часто было сформировано представление, что жить надо для него. И тогда все для него. Он становился царьком. Потом стали жить лучше. В 80-е, 90-е годы стали материально жить лучше. Войн уже таких, которые выбивали бы там большое количество населения, не было. А вот этот менталитет остался. И он вроде как красиво звучит. Жить ради детей. Но тогда у детей гиперопека, потому что ради них живут. Все для них. Когда, вспомните, несколько лет, там 30 лет назад, кто собирал портфель? Мне мама в портфель, но, наверное, с первого класса никогда не собирала. Я сама знала, что мне туда положить. Что мама записывала мне на кружки. Нет, кружков было много. Единственное, я училась в музыкальной школе. Школа была очень далеко от дома. И мама, наверное, где-то до 4-5 класса возила меня в музыкальную школу. Но после 5 класса я ездила туда сама. И попробую пропустить. Родители очень много работали. Вот сейчас говорят, да мы стойко работаем. Наши родители, вот мои родители, работали не меньше. Они трудились очень много. И сейчас говорят, мне некогда заниматься детьми. А детьми и не надо заниматься. Надо просто показать пример, что это такое. Быть мужественным отцом, честным, порядочным, добрым, заботливым. А у нас сейчас вообще мужчину свели к роли добытчика. Он должен принести материальный достаток в дом. А он не должен быть только добытчиком. Его социальная роль быть добытчиком на последнем месте. Сначала он должен быть духовным пастырем своей семьи. Но не даром же православные говорят, что семья – это малая церковь. И получается, что отец – это глава этой церкви. Он должен быть какие-то традиции, он должен создавать. Он должен укреплять традиции. Он должен хорошо знать законы, чтобы уметь защитить свою семью. И на законодательном уровне, и иногда на физическом уровне. Он должен быть защитником. Он должен быть учителем. Вот это вообще забыли, что мужчина, настоящий мужчина, должен быть учителем. Он должен учить и жену, потому что она более слабая существо. Ее надо иногда поучать. И потом у мужчины рациональный ум. Женщина сердцем совершает некие поступки. И они не всегда правильны. А мужчина, потому он и глава. Во-первых, что он принимает решение, отвечает за это решение. Но он и помогает женщине это сделать. И он, конечно, должен заботиться о родителях и своих, и жены своей. И все это должны видеть дети. А мама, жена, она должна быть замужем. Она так и выходит. Замужем. И это не значит, что у нее там какое-то второе и неуважаемое место. Нет. Нет. Быть замужем, это очень почетно. И вы знаете, сейчас очень многие женщины просто мечтают быть замужем. Сначала они мужа сместили с этого места, поставили туда детей и сказали, что мы живем ради них. А после этого требуют от мужа, да. Но модели, дети не видят модели, что отец глава, что ему надо подчиняться, его почитать так же, как и мать. Нет. И модель эта не передается? И модель, конечно, не подается. Она разрушается. Ну и, конечно, надо говорить, что враги нашего народа, который идет, что же греха таить, идет третья информационно-психологическая война. И начинать надо с семьи. Семья – это ячейка государства. Поэтому разрушишь семью и получишь то, что сейчас на Западе. Какие-то странные, однополые, вообще страшные семьи. Поэтому мы наш фестиваль, вот в этом году, мы собирали фильмы, фильмы прислали из 15 стран мира. Мы собрали 52, мы взяли в конкурсную программу, 57 взяли во внеконкурсную программу. Но мы старались собрать те фильмы, в которых образ отца будет достаточно ярко выражен. Отца, мужчины, вы знаете, вообще имя отец, оно принадлежит очень многим категориям. А батяня, комбат, тоже же отцом называют. Раньше говорили, царь, батюшка, в храм придете, отец, отцов много. И вот надо соответствовать этому. И смотрите, если комбат, его безусловно слушают. Если отца в храме, батюшку тоже безусловно слушают. Так и в семье отец должен быть законодатель. А мама — исполнительная власть. Это тоже очень почетно. Разве в нашем городе есть законодательное собрание, которое создает законы? И есть мэр, мэрия, которая исполняет. Разве мы мэра меньше чтим, чем председателя законодательного собрания? Да ни в коей мере. Это разные функции, это просто надо понимать. И поэтому мы отбирали фильмы, где есть образ отца. И вот мы поставили такой вопрос. Может ли кино, может ли даже в широком смысле искусство, может ли оно помочь человеку увидеть правильный образ, идеальный образ, к которому он стремился? А искусство только для этого и создано вообще в широком смысле. Вот это живопись, музыка, кино, театр. Оно должно создавать идеальные образцы, глядя на которые человек должен к этому стремиться. Я вспоминаю фильмы «Отец солдата». Помните после войны Чхеицы? Кстати сказать, завтра мы будем его показывать. В рамках нашего фестиваля мы проводим такую акцию «Ретроспективное кино об отцах». И мы хотим показать пять фильмов 50-х, 70-х, 80-х и 2000-х годов. И завтра в центре досуга, это бесплатный будет показ. Сейчас в 19.25, это в половине восьмого вечера, когда уже все могут прийти с работы, вы можете взять своих друзей, своих детей, посмотреть это кино. Но почему я про него вспомнила? Потому что этот фильм, показанный после войны, казалось бы, ну после войны надо про другое, да? Про какие-то победы солдат или так далее. А показали отца. Вот эта вот тема любви, тема защиты, и так прекрасно сделанная Ревазом Чхеидзе, она вообще громадный Советский Союз, этот фильм стал культовым. И он, конечно, формировал образ отца. Или вот, допустим, образ Чапаева. В 30-е и 40-е годы, когда показывали фильм Чапаев, очень многие люди в своих мемуарах говорили, вот я мальчишкой 10 раз на Чапаева сходил, и когда он уже был на войне, ему было 20-30 лет, он был воином, защищал Россию в Великой Отечественной войне, он вспоминал этот образ, эта непоколебимость, это стремление к победе и так далее. И образ работал. А если в наше время сейчас 30% семей без отцов, и они не имеют ориентира, а каков должен быть отец? То ведь можно же посмотреть кино, где ты увидишь этот образ, и он западет тебе в душу, и с кого пример брать? Есть такие образцы, и это прекрасно. Я считаю, искусство только для этого и создано. Показывать нам прекрасные примеры, а мы им следовать. — Матушка София, вот так интересно говорить, что мне, если честно, даже нечего добавить. Конечно, задам вопрос. Вот мы коснулись ретроэспективных фильмов, где раскрыт образ отца в современном кинематографе. Сейчас что у нас? — Есть. К сожалению, вот знаете, был период где-то 80-е, 2000-е годы, вот период лет 20, фильмы об отцах были, но они были жуткие. Там были такие жуткие образы. Вот если вспомните «Маленькую Веру», там же тоже есть отец. Это же кошмар. Это какой-то пьяница, это какой-то дегенерат. — Но озлобленный. — Да, озлобленный, страшный, в маргинал чисто. И этот считался культовым фильмом. А что в нем было культовым? Какой культ поднимали, так сказать, на пьедестал искусства? Но вы посмотрите, обратите внимание, 2005-2007-2009, вот мы с 2005-го начали делать фестиваль, и вот те фильмы, которые нам присылали на первые фестивали, и сейчас это «Небо и земля». Вот в 2009-е, 2011-е, 2013-е годы, вы знаете, пошли фильмы, где есть образцы отцов. Вот мы тоже в ретроспективной программе будем показывать фильм «Коробка». Мы будем показывать его на территории отеля «Империал». У них сейчас замечательный такой есть кинозал. Он небольшой, но очень уютный и очень хороший. И мы будем показывать фильм «Коробка», и будем не просто показывать, а обсуждать. Этот фильм был у нас на фестивале три года тому назад. Фильм создал Эдуард Бардуков. И там тоже роль отца в формировании, в становлении личности молодого парня очень ярко просвечивается. И отец-то в этом фильме самый простой человек. И парень-то сначала относится к нему, скажем так, снисходительно, даже дерзко. И когда тот встал на его защиту перед лицом реальной опасности, парень понял, что такое отец. И я думаю, что это даст ему возможность потом, когда он через несколько лет станет отцом, стать отцом правильным, отцом-защитником, отцом, который знает, что такое справедливость, и отстаивает ее. Это очень важно. И для нас сейчас это очень важно. Или вот такой замечательный фильм Виктора Демента «Находка». Он был у нас год до 3-4 там у нас на фестивале, но в этом году мы его тоже покажем. Пусть люди еще и еще раз обратят внимание на образ отца. Ну, я не буду уже говорить с часа в фильме. Во-первых, кто ходит на наши фестивали, этот фильм видели. Кто захочет, пожалуйста, приходите, смотрите. Так что у нас пять фильмов ретроспективы. И это, я думаю, значимо. И не только для нас, не только для нашего города, но фильмы будут показываться в 18 городах Калужской области. Если у человека открытое сердце, если он не мертв духовно, то действительно, посмотрев эти фильмы, он задумается. А задумавшись, начнет делать выводы, и Бог даст, придет к правильному выводу и станет ответственным родителям. Я напомню нашим телезрителям, что вы можете к нам дозвониться на прямой эфир по телефону в Обнинске 44-33-2. Также участвуйте в нашем интерактивном голосовании. Может ли фильм сформировать у ребенка образ идеального отца? Такой сегодня вопрос. Матушка София, скажите, почему вот в широком прокате у нас в России нет фильмов, которые нет уже, да, которые формируют образ отца? Образ отца, ну вот я говорю, сейчас появилось несколько фильмов, но их очень-очень много. Они в широком прокате? Вот по-моему, коров, они в широком прокате, но в узком смысле. В узком смысле. Они там на 5-6 городов, они могут, это ведь достаточно дорогое удовольствие, фильм сделать, сам по себе сделать, а потом добыть деньги на его прокат. За это тоже ж надо платить. Потом, когда придет зритель и получит деньги, да, но сначала надо вложиться в рекламу, это тоже очень дорого. И поэтому, к сожалению, не все студии, даже создающие хорошие фильмы, могут быть действительно в широком прокате. Некоторые показывают по телевидению. Но что такое телевидение? Это один раз показали, да еще, может быть, ночью, да вот, а ты в этот момент пропустил, тебя не было дома, и все, и все. Потом очень много фильмов говорят, ой, я посмотрю в интернете. Далеко не все фильмы есть в интернете, не все выкладывают. Нет, а тем более сейчас, когда авторские права ужесточаются, фильмов будет намного меньше. Поэтому так важны фестивальные площадки. Вообще на территории России у нас 182 фестивальные площадки. Кто бы мог подумать? 182, и только благодаря фестивалям, ну, 12 православных фестивалей, остальные, вот, 160, 170, это, ну, очень разного направления. Вот, и только на этих фестивальных площадках эти фильмы могут быть показаны. И поэтому вот я еще раз обращаюсь к нашим зрителям. Мои дорогие, приходите на фестиваль, потому что больше это кино вы нигде не увидите. Вот три дня, в субботу, а мы в этом году постарались сделать так, чтобы фильмы можно было бы посмотреть в выходные дни, в субботу, в воскресенье и в понедельник в Cinema Deluxe будут показаны прекрасные фильмы о семье, об отцах, о матерях, о наших воинах. Прекрасное кино. И билеты на эти кинопоказы можно привезти в Доме ученых. Ну, и также можно, это один билет, благотворительный билет на все кинопоказы и на церемонии открытия и закрытия. Ну, а также у нас будут встречи и в музее, два дня в субботу и воскресенье. Там будут не просто кинопоказы, а также встречи с режиссерами, что крайне интересно. Потому что, когда смотришь фильм, понимаешь, что за рамками фильма осталось еще очень много интересного, о котором мог бы рассказать режиссер. Будут показы в центре досуга. Это в понедельник и вторник с 12 часов дня до 8 часов вечера будут проходить кинопоказы в центре досуга. Тоже, милости просим, приходите. Будут, как я вот уже сказала, на территории отеля «Империал» в кинозале будут и просмотры, и творческие встречи. Но кроме фильмов у нас будут и мастер-классы, и будут творческие встречи с режиссерами, с актерами. К нам приезжают более 50 человек и не только из нашей страны, но и из Греции, Болгарии, Грузии. Очень много гостей едет, и мы всегда рады. И я думаю, что они нам расскажут и о том, каковы перспективы вот этих нравственных семейных фильмов у них. Потому что вот в прошлом году мы члена жюри фестиваля из Греции спросили, а как у вас с детским кино, как с семейным? Она говорит, а у нас его вообще никогда не было. Вроде такая православная страна, да? И такая европейская страна. А у них понятия семейное детский кино вообще нет. Но если кто постарше, тот помнит, что у нас в России детское семейное кино было выделено в отдельную нишу кино. Были чудесные студии, да? Студия Горького, Ялтинская студия, Киевская студия, Ленфильм. Это были фильмы для детей. Именно для детей. Сейчас некоторые фильмы присылают нам на фестиваль фильмы, в которых снимались дети. И нам говорят, это детское кино. Мы смотрим, а там чуть ли не порнография. Мы говорим, слушайте. Они говорят, ну это правда жизнь, это семья. Да, семья, конечно. Но бывает фильм о семье. И фильм для семьи. Это разные вещи. И именно поэтому мы второй год включили в рамки нашего фестиваля еще один фестиваль. Мини-фестиваль детского и семейного кино, который называется Кинодом. Вот фильм которого, программ которого и будет показано в понедельник и во вторник в Центре досуга. Куда мы приглашаем и многодетных семей, и интересных, я не знаю, тех людей, которые собираются только сейчас создавать семьи. Приходите. И в рамках этого мини-фестиваля мы создали детское жюри, семейное жюри. А так как в этом году фильмы об отцах, мы еще решили создать мужское жюри. Ну, папское, как отцовское жюри. Отцовское жюри. И они нам уже, они отсмотрели фильмы, они уже сказали, какие фильмы они выбрали, какие будут на граждательном фестивале, на закрытии фестиваля. И вы знаете, меня удивило. Это ведь обычные люди, это народное жюри, да, это не профессионалы. Как точно они сделали выбор. Мы им давали 26 фильмов посмотреть, и вот и я бы выбрала именно эти фильмы как лучшие. И вот, в частности, в центре досуга будет идти фильм, который называется «Бегство рогатых викингов». Я бы прям взяла мальчиков, девочек с папами, мамами и бабушками, чтобы они туда пришли, посмотрели, а потом дома поговорили. Когда уже в самом детском возрасте дети делятся на группы добро и зло. Те, кто готов нападать и превозноситься, и те, кто готов защищать добро. И это на хорошем детском языке. Это вот то детское кино, которым вы говорите, которого нам так не хватает. Но вот оно появилось на нашем фестивале. Будем надеяться, что с помощью детского мини-фестиваля «Кинодом» возродится у нас в России, конечно же, детское и юношеское кино. Ну, в том числе, потому что у нас в субботу в рамках фестиваля пройдет заседание Общественного совета по правам ребенка, будет заседание рабочей группы, а тема будет «Кинопедагогика и детское кино в России». Мы будем поднимать эту тему, писать письма в Министерство культуры, с просьбой восстановить детское кино в России. Здорово. Я думаю, что, надеюсь, что в следующем году, когда, может быть, мы также встретимся перед кинофестивальным встречей, конечно же, вот этот момент, он отметится позитивом, и мы увидим какой-то толчок в этом направлении. Но у нас же в городе существует еще два киноклуба, один взрослый, другой детский. Два раза в месяц в центре досуга в первый и четвертый понедельник каждого месяца мы просматриваем фильмы кинофестиваля встреч. Это бесплатно, это приходите, пожалуйста, в 7 часов вечера после работы. Мы там смотрим те фильмы, которые не успели посмотреть ни в фестивале, потому что за три дня 52 фильма посмотреть очень сложно. Там в нескольких залах одновременно идет. Поэтому мы всех приглашаем, приходите. У нас уже там такая хорошая компания, которая знает и умеет, любит смотреть кино, а самое главное – поговорить после кино. После кино. Да, пожалуйста, приходите, будем рады. Спасибо. Ну что ж, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего эфира. Вопрос сегодня он звучал у нас так. Может ли фильм сформировать у ребенка образ идеального отца? Большинство телезрителей, которые дозвонились, проголосовали, считают, что да, может. Ну, приглашаем всех на кинофестиваль. Смотрите фильмы и... Помогайте своим детям создать образ идеального отца. Спасибо большое, матушка София, за то, что пришли к нам в студию. Я благодарю вас за то, что пригласили. Спасибо. И ждем вас на нашем фестивале в эту пятницу в 6 часов вечера в Доме ученых. Это была программа «Власть». До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин